Сюжет основан на судебных материалах, рассказах полицейских, показаниях свидетелей, а также на книге Роберта Оэнрайта «Убийство Кэролайн Бирн. Путь правосудия». Network 10 из Крин Австралии представляют. Дитя моды. Убийство Кэролайн Бирн. В ролях Гэри Макдональд. Дэвид Лайонс. Кэрри Бахейне. Тайри Эл Мора. Гайтон Грентли и другие. Продюсер Карл Звицкий. Автор сценария Питер Гоуля. Режиссер Тони Тилси. Здесь покоится Кэролайн Бирн, преступно вырванная из жизни, в июне 1996 года в возрасте 24 лет. 13 лет назад. На чемпионате по регби в Сиднее мексиканцы утащили верную победу у нас из-под носа. Пока наши красавцы спали на ходу, эти парни не теряли времени даром. Кто-то встал на наше место. Вот урод, а! Национальный парк Сиднайская бухта. Обрыв Блав. Иванов. Национальный парк Сиднайская бухта. Обрыв Блав. Национальный парк Сиднейская бухта. Прощай, миллион нервных клеток. Еще миллиард остался. Что это? Какая-нибудь пьяная потаскуха. Наверное. 7 июня 1995 года, 23.00. Кэролайн! Кэролайн, где ты? Вы не видели девушку? Худая. Светлые длинные волосы. Я только слышал крик. Да, может это она? О, Боже. Она это сделала. Сделала. Кэролайн! Алло. Гордон, это ты? Гордон, что ты говоришь? Что случилось? Гордон, успокойся. Ее машина здесь, Тони. Кажется, она покончила с собой. Жди, я за тобой приеду. Ладно? Хорошо? Садитесь. Что случилось, Гордон? Ее машину обрыла? Да, да. Ты ее видел? В обед. В обед я заехал за ней, но она болела и отказалась обедать. Она не поехала в паркли? Она лежала дома. Гордон, как ты узнал, где она? Не знаю. Почувствовал. Чего ее понесло к Абрэву? Вы поссорились? Поссорились. Нет. Я люблю тебя. Люблю. Ты мне как отец. Люблю. Давно здесь стоит? Где она? Кэролайн! Не знаю. Ее бумажник, посмотри. Пошли. Кэролайн! 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 Не нашли? Вы не видели здесь девушку? Мы говорили, что слышали крик. Думали, это пьянь. В какой стороне? Можно фонарь. Батарейки посеяли. Крик. Какой был? Высокий? Как смех. Или виск. Виск, да-да. Виск. Кэролайн! 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 Эй! Кэролайн! 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 Вот это место. Может, она здесь? Почему именно здесь? Пап, иди в машину. Пожалуйста. Питер! Иди сюда! Надо найти ее! Тони! Смотри! Королева красоты. Кэролайн! Пит, смотри туда. Что там? Я что-то вижу. А я нет. Знаешь, по-моему, это тело. Где? Я ни черта не вижу. Идем в полицию. Надо искать. Она должна быть здесь. Папа, а вдруг она ранена? Едем в полицию. Мам, это Горди. Полицейский участок Роузбей, 3-0-0. Извини, что разбудил. Я... Скверные новости. Почти готова. Пожалуйста, не надо. Предавать... Дело глазки. Она не пошла на работу? Она была в депрессии. Ходила к врачу. В депрессии? Она ходила к психиатру. Что за чушь, Гордон? Вот. Сам посмотри. Вот направление к психиатру от ее врача. Его выписали в понедельник. Не могла Кэролайн лишить себя жизни. Тони, она сбросилась. Куда ты смотрел? И еще раз, два, три, четыре. Право-лево. Шаги. И снова вперед-назад. Вперед-назад. Кэролайн. Как дела? Все вместе. Поздороваемся с Кэролайн. Доброе утро. Извини, что опоздали. Покажи походку, Кэролайн. Что скажешь? Самовлюбленный. И вперед. Колено выше, Кэролайн. Не расслабляемся. Работаем. Вот так. Вперед. Рад познакомиться, Гордон. Взаимно, Тони. Кэролайн про вас так много рассказывала, что вы мне уже как отец. Заходите. Возьмите. Спасибо. Привет, я Гордон. Диана. Очень приятно. Слишком красивый и надутый. Ты просто завидуешь. Еще раз? Он точно не гей. Он хочет жить со мной. Он решительный. Амбициозный. Пока он лишь тренер по аэробике, но у него большие планы. Он будет как Рене Ривкин. Главное, чтобы ты была счастлива. Маме он понравился бы? Конечно. Не жалеешь, что ты приехала? Значит, нашла другого. Поверь, последний год был слишком тяжелым. Меня разрывают на части. Пора что-то менять. А я думал, мы поженимся. Заведем детей. Прости. Прости, Эндрю. Это ты ее обидел? Нет. Все было хорошо. Мы принимали ванну. Ванну? Гордон, нам здесь делать нечего. Мы поедем? Конечно, да. Если найдут, я позвоню. itzer. Партик. Очень хорошо. Прости. Прости. Партик. Назад Уилсон, пусть убираются Ни черта не вижу Понял, отхожу Сколько литров, пора сваливать Это он? Вот она! Это ее одежда! Что он там увидел? Понятия не имею Черт возьми Я спускаюсь, тащите веревку Все ему завидуют Все хотят богатства сорвать пуш в биржевой игре Все хотят богатства сорвать пуш в биржевой игре Перед ним преклоняются даже циничные дельцы Новый царь Мидас строит Ривкин Король биржи не выпускает из арта сигары Рене Ривкин всегда играет по-крупному У него есть и Бентли, и обычный Феррари Приглашены на ужин с императором Говорят, я жадный до власти, и все такое, это правда Я люблю командовать Что толку быть богатым, если ты не имеешь слух? Кэрри, дорогой Ты платишь мне бешеные деньги за советы Так следуй, Дим Мистер Ривкин Я Гордон Ууд Я был бы счастлив угостить вас кофе Чего ты хочешь? Абсолютно ничего Мы с вами коллеги Ты это о чем? Инвестиции, консалтинг Конечно, я в другой весовой категории Пошел нахрен кусок дерьма Он занят Гэри, спасибо Гордон, значит Да Присаживайся, Гордон Расскажи мне о себе У тебя ровно 60 секунд Он разрешает брать тебе свой Бентли? Обычно я вожу его самого А вообще, да Я чувствую себя, миссис Рокфеллер Сейчас увидишь салон Расскажи мне о себе Это наше будущее, Кэролайн Обещаешь? Да? Да? О, Боже. Как ты и говорил. Боже. Ее нашли. Гордон сказал, что заметил ее ноги. Когда ты ушел, он сказал, что увидел ее. А ты? Нет. Темно было. А он увидел. Что случилось? Каролейн. Госс, где? Нет. Боже. Бедняжка. Боже. О, Боже. О, нет. Крайк Вудс. Будем знакомы. Расскажите, что случилось, мистер Вудс. Вуд. Вуд. Это вы, Вудс. Вуд. Простите. Когда вы заметили, что каролейн пропал, мистер Вудс? Я вернулся с работы в шесть. Вчера вечером. Она весь день пролежала в постели. Я подумал, что... Я подумал, что... Ей полегчало. И она пошла... Она пошла к подруге. Я посмотрел новости по телевизору и лег спать. И когда вы проснулись? За полночь. Что вы сделали? Взял машину друга и поехал искать ее Сузуки. Приехал к обрыву. Почему вы поехали туда? Мы там бывали. Я почувствовал... Я должен опознать тело. Вы или ее родная. Я за нее отвечаю. Из-за повреждений мы закрыли лицо. Опознавайте... Опознавайте по руке. Не помнил. Можно я перезвоню? Констабель Крейг Вудс. Спасибо. Спрашивает имя донтиста. Я дал показания и сходил в морг. Что еще им нужно? Она собиралась вчера прийти на ужин. Мы оставили ей сообщение, звонили на мобильный. Он был отключен. Значит, ты их получил? В шесть, когда пришел. Почему не позвонил? Я собирался, но уснул перед телевизором. А где она была, по-твоему? У вас. Почему не позвонил, когда проснулся? Почувствовал беду. Поехал искать ее машину в окрестностях, но не мог найти. Не мог. Ты знаешь, что она ставит машину на стоянку, но поехал прямиком к обрыву. Просто почувствовал. Почему же ты не позвонил? В этом не было необходимости. Все было хорошо. Как всегда. Но ты решил, что она убила себя. Спасибо. Это из морга. Мы будем забирать ее вещи? Будем. Питер Бирн слушает. Да, я ее брат. Распишитесь здесь, пожалуйста. Можно посмотреть на ее груди? Ну, при осмотре должен присутствовать инспектор. Не стоит беспокойства. Хочешь, что я расскажу, что произошло? Думаю, ты был с ней. Вы поссорились. Она почему-то бросилась со скалы. А у тебя осталось чувство винной и страх наказания. Поэтому ты придумал эту идиотскую историю про сон перед телевизором. И все прочее. Я скажу, что ее сбила машина. Почему? Потому что все думают, что... Она сошла с ума. Я любил ее, Рене. Любил. Мою девушку вчера сбила машина. Рождество 1993 года. Пожар в типографии Альпайн начался... Рене имеет там долю. Ривкин заинтересовался полиграфией? Ничего подобного. Но он очень любит жирные дивиденды. Ты о чем? Гордин, прекрати темнить. Кому это интересно? Что ж, Рене интересует только запах денег. А я знаю, что типографию Альпайн месяц назад застраховали на добрых 50 миллионов. Сколько он отдал? Порядка 15, полагаю. Так она сгорела не случайно? Знаю только, что стоит купить пару акций, если есть лишняя копеечка. Подумай хорошенько, Тони. Все, это слишком скользко. Рене не плут. Просто умный парень. Тогда дай мне взаймы. Есть риск на мне. Гордин, хватит говорить о делах в Рождество. Когда на бирже узнают, акции подскочат выше потолка. Пап, Гордон пришел. Тони, у нее была депрессия из-за работы. В понедельник она была довольна ею. Она не хотела вас беспокоить. Она говорила, что обожает работу учителя, но скучает по работе моделей. Сказала, что попробуется вмещать. Она не забыла смерть мамы. Субтитры создавал DimaTorzok Рене даст тебе 100 тысяч. Без обязательств. Если ты дашь залог, ты подтвердишь права на собственность. Я должен быть залогодержателем. Защитить инвестиции Каролайн. С этим проблем не будет. Тони согласен дать залог, если ты дашь деньги. В договоре выйдет мое имя. Он не должен фигурировать в документах. Конечно, само собой. Хорошо. Закладная. Залогодатель Рене Уолтер Ривкин. Вот прощелыга. Ты говорил мне одно, а ему другое. Так не пойдет. Перестань. Хватит. Все. Финито. Всего лишь 270 штук. Пойдите в банк, как молодая семья. Если мы не делаем взнос, куй уйдет. Неужели тебе безразличны счастья дочери? Подлец Рене Ривкин надеялся провернуть дельце, используя мои деньги. Пап. Почему, доктор, почему это случилось? Медицинский центр, Оксфорд Центр. Я в шоке. Мы пытаемся понять, как это случилось, доктор. Почему? Ужасная трагедия. Хотите провести экспертизу? Нет. Нет, я хочу понять, как она могла это сделать. Вы видели ее в понедельник? В каком состоянии она была? В легкой депрессии. Ничего серьезного. Вы направили ее к психиатру. Она не была склонна к сулициду. Ты сразу поехал к обрыву? Нет. Я поехал к Бондай. Потом в Камп Коув. Мы там бывали. Потом заехал к обрыву, когда... Ты почувствовал? Ее душа звала меня, Пит. Гордон слушает. Гордон, это Кэрилл Клиффорд. Менеджер Джун Делли. Да. Слушаю. Вчера вечером вы сказали, что Кэрл Айн болеет. Верно. Ей лучше? Она больше не придет. Никогда? Почему? Кэролайн сбила машину. Вчера. Какой ужас. Она в порядке? Если вы верите в рай, то она сейчас там. Пожалуйста, никому не говорите. Нирелл, это Гордон. У меня плохие новости. Кэролайн сбила машину у Дабл Бэй. Она умерла. Прости, ужасная весть. Вчера у Бандая Кэролайн сбила машину. Это ужасно. Ее кто-то сбила у Роуз Бэй. Она погибла. Кэролайн сбила машину. Она погибла. Диана. Папа, что случилось? Я не верю. Я не верю. Мистер Ууд. Это Джон Дэлли Откинс. Я очень опечалена случившимся. с Кэролайн. Примите мои искренние соболезнования. Это ужасная трагедия. Мистер Ууд, вы всем говорите, что ее сбила машина. Но моя дочь Лиза, журналистка, выяснила, что Кэролайн упала с обрыва. Советую вам рассказать правду. Вы совершенно правы. Мисс Дэлли. Простите. На самом деле, у нее был стресс из-за работы. Это ее и погубило. Она работала один день в неделю. Все знают, что она была очень довольна работой. Но, мисс Дэлли. Я закончу. В докладной она сама мне писала, что очень довольна работой. Она сказала мне, что солгала вам. Вы знаете, что она с рождения страдала нервным расстройством, как и ее мать? Она пыталась покончить с собой раньше. По-настоящему счастлива она была только со мной. Но рано или поздно это должно было случиться. Представьте, а если бы у нас был ребенок, и он бы тоже погиб. Я знаю, ты любил ее, как и я. Кайли, только мы понимаем, какая это... Тяжелая потеря. Да, Горди, я знаю. Что теперь? Я не могу без нее. Не могу забыть ее тело в морге. Не надо. Не рассказывай. Прости. Ты мой друг, Кайли. Можно я буду звонить тебе, чтобы поговорить о... А... А Кэролайн? Конечно, в любое время, Горди. Где здесь туалет? Кэролайн, чудесная квартира. Замечательно. Рада, что вам нравится. Хотите выпить? Уже выпиваю. Хорошо. Когда покупаешь акции, помни золотое правило. Закуски, Рене? Спроси себя. Купил бы я эту компанию целиком? Понимаете, надо всегда... Наконец-то моя красавица. Моя Кэролайн. Хватит прибираться. Закончим завтра. Он сердится на меня. Рене? Он бы не дал нам квартиру, если бы сердился. Мы же не оплатим. Он сердится на папу. Да, Тони его подрезал. Нет. Он защищал свои интересы. Ладно. Но Рене думает иначе. Он только разогнался, а Тони сорвал стоп-кран. Послушай, нам повезло, что он все-таки купил квартиру. И нам повезет еще больше, когда я заработаю на типографии Альпайн. Так когда узаконим отношения? Миссис Гордон Вуд? Ну же. В чем дело, Кэролайн? Не сейчас. Еще рано. Дай знать, когда подрастешь. Просто ты меня не любишь. Папа, я убегаю. Гордон возвращается из Тюриха. Из Тюриха? С Рене? Конечно, с кем же еще? Послушай, что пишут. Австралийская комиссия ценных бумаг заморозила швейцарский блок акций типографии Альпайн. Первый раз слышу. Они хотят выяснить, кому был выгонен пожар на типографии. Но швейцарские пройдоки отказываются давать информацию. Пока. Все знают, что это выгодно Рене Ривкину. Рене, мошенник. Жулик. Мошенник. Это тебе. Спасибо. Не пропадай. Ладно. Слышал, когда-нибудь пророк Изобилия? Я тебе его дарю. Полный сладости, чистоты и добра. Это моя неиссякающая, страстная любовь к тебе. Пап, звонят из погребальной конторы. Трансляция. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы, конечно, можете расспрашивать, ваше право, но вы уверены, что это уместно? Ведь я тоже могла бы узнать кое-что. Здравствуйте. Я видел ее тем вечером с двумя парнями. С двумя? Можете описать их? Один высокий блондин в коричневой куртке атлетического сложения. Другой в темной куртке с хвостиком. ПаниTorzok Спасибо. Она была какая-то сонная. Какая обычно, не спала днем. Я проверил шкафчик, где лежали пять таблеток снотворного. Их не было. Она сказала, что принимала их по четвертинке. Это было в час. Потом вы вернулись на работу? Нет, я договорился с Бреттом Кокрейном. Встретиться в кафе на Виктория Роуд. Бретт Кокрейн? Фотограф. Из Кенгуру Тор. Бретт. Потом позвонил мой босс Рене, просил забрать с обеда его гостей и отвезти его в офис. Я вернулся домой в шесть. Дальше вы знаете. Двое свидетелей видели Кэрол Эйнн здесь в тот день. С двумя мужчинами, один похож на вас. У меня с ней не было. Вы с Кэрол Эйнн не приезжали сюда? Нет. Мы были здесь только однажды, на воскресной прогулке. Год назад. Главное, где он был в тот вечер? Есть доказательства, что его не было дома? Нет, но бьюсь об заклад он был с Кэрол Эйнн, и убил ее. Сэр, это трудно принять. Но, полагаю, она была в депрессии и сама бросилась с обрыва. Спустя год после смерти Кэрол Эйнн. Гордон, очень мило, но я не могу это принять. Для меня это важно. Так нельзя, понимаешь? Это бы обрадовала Кэрол Эйнн. Гордон, ты уверен? Они прелестны. Глядя на них, вспоминай ее. И меня. А я буду думать о тебе. Я и так о тебе всегда думаю. После учебы ты переедешь в Сидней, чтобы работать моделью, да? Я надеюсь. Ну, можешь жить у меня. О, Кэролайн. Где я буду спать? Со мной. Как обрести мир и спокойствие? Биржевой джекпот на 8 миллионов. Инспектору Яну Кеннеди, начальнику убойного отдела полиции от Энтони Бирна. Тема «Кэролайн Тереза Бирн. Дата смерти 7 июня 95-го года». Настоящим заявлением хочу помочь полиции в расследовании и прояснить обстоятельства, приведшие к гибели Кэролайн, а также события, за ней последовавшие. Она владела информацией, которая могла повредить интересам лиц, участвовавших в многомиллионных сделках, связанных с продажей типографии «Альпайн». 7 июня прошлого года, около полуночи, здесь разбилась девушка по имени Кэролайн Бирн. Полиция просит откликнуться всех, кто обладает какой-либо информацией об этом происшествии. Кто видел или слышал что-либо связанное с этим. Любую мелочь. Констабль Кэмвелл одета так же, как Кэролайн, той ночью. Невил Браун, Fairfax Media. Тяжело вам, наверное? Что думаете? Поделитесь? Мистер Бирн, инспектор Уивер. Брайан, вы устроили этот цирк, чтобы расшевелить свидетелей. Знаете, у нас уже были подозрения, но ваше письмо ускорило процесс. Значит, все-таки убийство. Пока рано говорить. Тише едешь, дальше будешь. Сколько можно тянуть? Целый год прошел. Спасатели обнаружили тело. Ее жених-водитель воротила Рене Ривкина, заявляет, что к обрыву его привела душа Кэролайн. Суицид или убийство? Вот что должен выяснить этот драматический эксперимент. Вы сказали Водцу, что она выпила ваше снотворное. Верно. Экспертиза не обнаружила его в теле. Возможно, она солдала мне. Чего бы. Вы знаете что-нибудь о необычных сексуальных наклонностях Рене Ривкина? Говорят, что он любит командовать мужчинами, но я не знаю, занимается ли он с ними сексом. Мне неизвестно. Вы сами имели когда-нибудь гомосексуальные связи? Нет. Говорят, Кэролайн вела дневник. Вы не знаете, что с ней случилось? Нет. Кэролайн слушает. Гордия, как ты? Где ты? В Лондоне, у Рене. Задержимся здесь на пару недель. Ты в порядке? Две недели? Мы работаем. Почему ты шепчешь? Рене спит, я не хочу его будить. Ты что, и спишь с ним? Пока, Гордон. Почему он шептал? Он спит на диване в комнате Рене. Не хотел будить его. Мультимиллионер не может снять две комнаты. Каролайн. Она спрашивает, не спим ли мы с тобой в одной кровати. Хочешь ко мне в кровать? Принеси кофе. Гордон Вуд, вероятно, последним видел Кэролайн Бирн. Его версия выглядит неправдоподобной и противоречит фактам. Уверен, он не вполне откровенен с полицией. Вероятно, он скрывает сведения о последних часах жизни покойной. Он иногда заводился, когда мысли гулять с Кэролайн. Судебное слушание, ноябрь 1997 года. И еще казалось, что он следил за ней. После смерти Кэролайн, вы поддерживали другские отношения с мистером Вудом? Почему вы их разорвали? Он стал меня преследовать. Однажды у себя дома он показал мне свои фото в обнаженном виде. Но огнем у него была эрекция. Правда ли, что без специального оборудования невозможно разглядеть кроссовки с высоты 30 метров? Невозможно. Даже вертолет не мог ничего высветить. Обычный ручной фонарик не имел шансов? Никаких. Но Гордон Вуд сказал Петру Бирну, что он видит кроссовок и ногу. Я же говорю, невозможно. Значит, Гордон знал, где искать. Сержант, последний вопрос. Скажите, было что-то необычное в том, где лежало тело Кэролайн Вудом? Да. По моему опыту, самоубийцы обычно падают в 2-5 метрах от скалы. Кэролайн лежала примерно в 10 метрах. Неужели еще непонятно? Все это косвенные улики. Реальных зацепок нет. Инспектор Уивер? Мы видели Кэролайн в парке с двумя мужчинами. Вот это второй. Меня зовут Адам Ли. Работаю кассиром в модельном агентстве Гордон Чарльз. Я знал Кэролайн полтора года. Вы были в парке Уотсонс Бэй 7 июня 1995 года? Нет. Двое свидетелей утверждают, что вы были там с Кэролайн Бирн и Гордоном Вудом. А я знаю, что не был с Кэролайн и Гордоном. И вообще, я не помню, чтобы с ними встречался. Возможно, я проходил мимо и поздоровался. Я мог забыть такую мелочь. Мистер Ли, мы говорим о гибели Кэролайн Бирн. Вы ее хорошо знали. Неужели вы не можете вспомнить, видели ее или нет перед гибелью? Да. Нет. В смысле... Я не знаю, Адама Ли. И точно не был с ним в парке в тот день. Меня там не было. Я с полчаса посидел в кафе Эдитто с двумя друзьями. Немного поел. Потом позвонил Рене. И поехал за ним и Грэмом в ресторан Элайф. После обеда я отвез Грэма домой. Грэм? Грэм Ричардсон. Политик. Бывший политик. Мистер Ууд, объясните, почему после гибели Кэролайн вы говорили, что ее сбила машина? Я ехал с мамой и сестрой в морг. Когда позвонил отец Кэролайн, мы поговорили. Не помню, просил ли он говорить, что ее сбила машина. Вряд ли, но он точно просил не говорить людям, что она покончила с собой. Этого не было. Ничего подобного. Проверим распечатку звонков. В показаниях свидетелей много загадок. Как мог Гордон увидеть ногу или тело под обрывом при помощи фонарика? Зачем он лгал людям о причинах гибели Кэролайн? Но главное сомнение основывается на показаниях двух официантов. Нет причин отвергать их показания о том, что они видели Кэролайн в день гибели в парке компании Гордона Вуды и Аглома Ли. Им не зачем лгать. Это независимые свидетели, как у нас говорят. Но это не доказывает причастность Вуда или Ли к смерти Кэролайн. Есть три варианта. Кэролайн Бирн покончила с собой, упала случайно, или была убита. Чтобы решить, что это был суицид, я должен обосновать решение свидетельствами. Существующие свидетельства мне этого не позволяют. Свидетельство не позволяет мне склониться ни к одному из вариантов. Так что я объявляю открытое расследование. Тони. Мэрил Браун. И Сидней Морген Геральт. Очень приятно. Думаю, мы можем быть друг другу полезными. Она не прыгала. Горди толкнул ее. Хочу помочь вам пригвоздить мерзавца. Звучит хорошо. Для начала... Расскажите о вашей жене. Это не ссора офицера, не скандал. Она может убить себя. Потому что она уже пыталась. Расскажите о вашей жене. На Home Date of the Age. Это не ссора. Расскажите о вашей жене. Расскажите о вашей жене. Она первой сделала себе силиконовую грудь. Раньше всех это все тщеславие. Но первые образцы стали растекаться, помните? У некоторых случился рак груди. Она убедила себя, что тоже умирает. Что она нас подвела. Мы не могли ее переубедить. В номер морга, пожалуйста. Она неделю пролежала в морге. Пока я не нашел ее, полиция пальцем не пошевелила. Надо было подгонять их. Но я не стал. Это не суицид. И трещина не передается по наследству. Горден Вуд убил Карлайн. И он за это ответит. Видел это? Ривкин говорит, не помню. Горден, значит, всем говорил, что он помощник Ренея, и тот всем обязан ему. Неудивительно, что Ренея его слил. Говорит, что не помнит, с кем она беда, три года назад. И что, толку? Я его достану. Видишь, едешь дальше будешь? Если от старости не помрешь, то перестань. Уже три года, Брайан. Все знают, кто был Карлайн, а подонок попрестен на свободе. Ну, ты сам знаешь. Зачем доказывать то, что и так понятно? Понятно. Ладно. Что мы можем сделать, Брайан? Вы проснулись около полуночи, ее не было. Что вы подумали? Что с ней случилась какая-то беда. Вы звонили отцу? Зачем? Программа «Свидетель». Март 98-го года. Она могла быть там, я надеялся на это. Но не позвонили. Я поехал к нему. Не вошли? Нет. Почему? Ее машины не было. Ей не позвонили? Я искал свою жену. Вы убили ее? Конечно, нет. С чего бы? Убили? Нет. Ему заплатили 20 тысяч за шоу. Вы солгали? Ни разу. Я бы не пришел сюда на всеобщее обозрение, если бы мне было что скрывать. Вы очень спокойны. Мне нечего скрывать. Что ж? Спасибо. Думаете, я убил ее? Не знаю. Я здесь как судья. В студии с Полом Берри был жених Кэролайн Бирн Гордон Вуд. Полиция просит откликнуться всех, кто был в районе обрыва вечером 7 июня 95-го года. Пожалуйста, позвоните по телефону. День смерти Кэролайн 20-30. Твою мать, сколько можно повторять? Это для твоего же долбаного счастья, для нас, Кэролайн. Выбора нет. Будет или по-моему, или никак. Вбей это в свою тупую голову. У тебя нет выбора. Похоже, он слышал крик. Как и те рыбаки. Он опознает, Вуда? Опознает. Мы уже близко. Близко? Да. Но этого еще недостаточно. Расслабься. У меня есть идея. Что скажете, профессор? Она не могла так далеко прыгнуть? Ее не толкали. Почему? Кафедра физики Сиднейского университета. Чтобы приземлиться так далеко, она должна была прыгнуть со скоростью 3,5 метра в секунду. Это скорость бега. Похоже, что она прыгнула. Привет, Каролайн. Привет. Как ты? Хорошо. Бегу от грустных мыслей. Слушай, ты давно знаешь Гордона? Пару лет работали вместе, а что? Он пугает меня ревностью. И говорит только о деньгах, о делах с Ривкиным. А когда я пытаюсь поговорить с ним, затыкает мне рот. Он хотел, чтобы я вложил полмиллиона в эту типографию, что сгорело. Да, знаю. Знаю. Иногда я боюсь, что он убьет меня. Вот так, сюрприз. Привет. Гордия, привет. Это я. Я сегодня задержусь. Ты с кем? Друзья с работы. Ты их не знаешь. Ты где? В кафе на Стеннелли-стрит. Не знаю названия. Хватит врать. Какого черта? Что, ревнует Горди? Предлагает жениться. Что ты в нем нашла? Ты не поймешь. Может, он гей? Что за чушь? Ерунда. Прекрати. Я скучаю. Пссс. Мы друзья. Я люблю тебя. Мы не случайно встретились сегодня? Крен уж нам. Я счастлива. С самовлюбленным гомиком? Зачем думаешь, он нужен Ривкину? Давать советы? Я работаю. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Штурмовая бригада Айрондейл. Счет оплачен. Мы вернемся к истокам. Всех опросим, изучим показания по крупицам, заглянем во все закоулки. Поговорите с Ривкиным. В глубине души вы уверены, что Кэролайн не убивала себя? Кэролайн! Я купил пирожки. Хочешь? Кэролайн! 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 Это был крик о помощи. Она не хотела умирать. Прошло три года. Она не стала бы прыгать со скалы. Но вы боялись, что это правда. Когда Гордон привез вас, верно? Да. Если бы нас вызвали сразу, все было бы иначе. Вы в этом уверены? Самоубийцы не кричат. Полагаю, Гордон привез ее сюда выяснять отношения. Она хотела уйти. Он пытался удержать ее. После нескольких часов руганий он вышел из себя. Вероятно, ударил ее. Запаниковал. И сбросил ее. При чем здесь Адамли? Ни при чем. Толком никто его не видел. Это мог быть кто угодно. Абсолютно. Думаете, Ривкин не причастен? Скорее всего, нет. Она много знала про пожар в типографии Альпайна. Тем выгоднее было Гордону сохранить ее. Комиссия ценных бумаг интересуется мной и Рене. Из-за чертовой типографии? Руки короткие. Это коммерческая тайна. Не надо было связываться с этим пройдохой. Скоро я получу деньги. Деньги? А срок получить ты не боишься? Заткнись. Ничего они не накопают. Неужели? Я бы им кое, что рассказала. Что? Что ты сказала? Прошу, уйди от него. Держи свой рот на замке. Нет. Или я, или Ом Гордон. Выбирай, кого ты любишь. Ты тупая курица, Каролайн. Рост метр семьдесят восемь. Бюст восемьдесят восемь. Талия шестьдесят. Бедр восемьдесят восемь. Любимый цвет синий. Любимая еда, овощи и морепродукты. Любимый спорт лыжи, актеры Хью Грант и Мэг Райан. Любимая певица Мэрайя Кэрри. И жизненные планы. Совершаствоваться в профессии учителя. Личное стремление. Стать хорошей женой и матерью. Можно мне копию? Можно мне копию, пожалуйста? Простите? За все годы я плохого слова не сказал о девочке. А он по пять раз на дню говорил мне, как сильно любит ее. Он был вашим помощником, но не советником. Чтобы Гордон Эрик Волд давал мне советы, ну, разве что в выборе туалетной бумаги. Вы сами поехали к нему на яхту. Тони, если хочешь узнать правду, нельзя плевать в лицо. Я поговорил с Ричу. С Грэмом Ричардсом? Седьмого июня Грэм Ричардсон не обедал с Ривкиным, как утверждает Гордон. Он обедал в Хилтоне с Питером Муром, президентом футбольного клуба Кентербэк. И это подтверждает выписка с кредитки. Значит, Гордон поехал на Уотсонсбэй обедать с Каролайн. Я же говорил. Хотите, чтобы я заставил его завраться? Разговорил его? Так? Уверен, он не уставит. Запоет, увидев свежее лицо. Стоит прилететь 20 тысяч километров ради этого. Герри, пойми, Горди, куда как умнее. На, старт, Абрук. Это тебе чтима в дорогу. Челси, Лондон. Я дважды давал показания, отвечал на слушаниях, выступал на телевидении. Больше мне нечего сказать. Мы лишь хотим прояснить пару вопросов. Подождем. Его самолюбие зашевелилось. Вы сказали судьям, что по дороге в морг говорили по телефону с Тони Бирном, который просил никому не говорить, что Каролайн покончила с собой. Это... Попробуйте булочки, Пол. Они восхитительные. Все верно. Вот список звонков мистера Бирна за 8 июня. Найдите этот звонок, пожалуйста. Гарри, я и номера своего не помню. Тогда еще аналоговая связь была. Полагаю, вот это номер вашего мобильного. Может, он звонил из автомата? В 17.14 вы переключили телефон в режим пейджера. Почему? Гарри, я всегда отключаю его после работы. Это вечное время. Рифкин всегда мог связаться со мной через пейджер. Так и было. Он звонил в 17.32, 19.38 и в 20.33. Прочитайте, пожалуйста, последнее сообщение. Гордон, включи телефон, нужен совет. Что это значит? Гарри, я не знаю. Шесть лет прошло. Расскажите по шагам, что вы делали ночью. Вы проснулись без 20 час, как изначально заявляли, или после 11, как говорили потом на телевидении. Я потерял невесту. Я все еще страдаю. И согласился помочь вам только, чтобы помочь себе. А вы сидите и смотрите на меня, как на... Вы на меня давите. Давите, Гарри. Куда ты клонишь? Возьмите себя в руки. Сауфетку. Если вы спрашиваете, менял ли я показания, мой ответ – нет. Хорошо. Теперь по прошествии времени. Когда вы все-таки проснулись? Без 20 час? Вполне конкретное время. Гарри, я говорил без 20 час, потому что... Это ближе ко времени происшествия, а не потому что помню, что проснулся в это время. Что ж, как у вас тогда хватило времени пройти несколько километров за машиной друга и объездить восточные пригороды в поисках Каролайн? Прежде чем вы позвонили Тони и Петру в половине первого. За 10 минут до того, как проснулись. Ты должен работать судебным патолого-анатом. Вы еще не уезжаете? Могу показать вам Лондон. Что скажете? Я виновен? Я думаю, да. Если ее убили, я знаю, кто это был. Это был как его... ее бывший... коп. Эндрю! Привет! Чего тебе? Все, злишься. А я нет. Прости меня. Приползла обратно. Давай будем друзьями. Давай. Это все? Может, выпьем кофе? Я сейчас занят. Я ничего не могу. делать. Я не могу спать. Я не могу... не могу... не могу... понять, чего хочу. Вы иногда хотите уйти из жизни? Кэролайн... Кэролайн, у меня есть какой-то повод для этих чувств. Все в порядке, на работе, дома. Дело в Гордоне. Я вам дам направление. Я вам дам направление. Вам надо выговориться. Когда вы видели ее в последний раз? Где-то за неделю до смерти. В каком состоянии она была? Честно говоря, не в лучшем. Могла покончить с собой? Нет. Как-то он даже побил ее. Он сильный парень. Вы тоже. Куда вы клоните? Где вы были ночью 7 июня? Мы отдыхали. С кем? С подругей. Со своей девушкой? Где? На Роуз-бэй. Роуз-бэй. Около Уотсонс-бэй. Значит, вы были в том же районе. Скажите имя вашей подруги, Андрих. Это ни к чему. Ей было 17, школьница из частного пансионата. Школьница? Да, я пришел в дом ее родителей на Роуз-бэй, когда их не было дома. У вас был секс? Занимались сексуальным воспитанием? Я не спал с ней. Мы лежали в одной кровати, но я ее не тронул. Мне не хотелось бы называть ее имя. Она, наверное, уже замужем. Всю ночь вы провели с ней? Да, ее сестра была там. Она подтвердит. Я знаю, кто убийца, и вы знаете, что это не Олл. Сестры подтвердили Олл. К тому же у него тогда была операция на колени. Согласен, его не было у Абрю. Я согласен с тобой. Так почему вы не получите ордер на арест Вуда? Я могу доказать то, что он там был, но не то, что он ее сбросил. Нужен свидетель. А как насчет Адам Ли? Он в дурдоме, ходит кругами, намотав на лоб фольгу. Он вне игры, дружище. А где все? На расследованиях. Значит, поставили крест на деле Кэролайн Билл. Тони, я доведу дело до конца. Обещаю тебе. За день до смерти Кэролайн. Что вы делали в Цюрихе? Сопровождал мистера Ривкина. По какому делу? Не по какому, просто сопровождал его всюду. Комиссия ценных бумаг, следствие по делу типографии Альпайн. Вы делали звонки? Нет. Отвечали на его звонки? Иногда. Что вы знаете о его биржевых операциях? Ничего. Я ношу сумки, покупаю сигары, забираю одежду из химчистки, плачу страховку. Я личный помощник, адъютант. Мальчик на побегушках. Я должен был заехать в химчистку, а потом забрать его. Алло, Кэрилл, это Гордон Ууд, парень Кэролайн. Звонил ее доктор, она поехала к нему после работы сдавать анализы Она больна, и доктор сказал, что пока она не сможет работать Это Кэрил Клиффорд, бедняжка Кэрил, привет Все очень... Знаешь, я перезвоню, завтра позвоню и скажу, как она Хорошо? Договорились, Кэрил? Я говорил с Ричардсом, он хочет помочь Хорошо быть, добавить шуму С удовольствием Нужна цитата Мы не можем позволить убийце уйти от ответа за недостатком доказательств Охота на убийцу в тупике за недостатком доказательств Здесь она лежала Не может быть Так и есть Я передумал, она не могла Не могла прыгнуть так далеко при всем желании К тому же, как утверждает биомеханика, кто прыгает ногами вниз, на них и приземляется Ее сбросили Это хорошая новость Теперь плохая новость Там нет места для разбега Нигде Разбежаться можно было только вот здесь Здесь Была темная ночь Откуда он знал, где остановиться? Луна зашла только в час ночи Свет охватал Он бежал вверх и хорошо видел край Вероятно, адреналин придал ему сил для рывка Но это не все Расстояние от северного края до места падения еще больше Почти 12 метров А двое могли бросить так далеко? Я выясню Возможно ли бросить женщину весом в 57 килограммов на 12 метров с 30-метровой скалой? Итак, что преодолевает расстояние? Скорость Молодец, пять Скорость Что происходит? Профессор Роткросс, Тони Берн Очень приятно Здравствуйте Мы делаем историю Итак Чтобы женщина пролетела 30 метров Ее надо бросить со скоростью 4,5 метра в секунду Камил? Ребята, поехали Ребята, поехали Ребята, поехали Ребята, поехали Ребята, поехали Ребята, поехали на 4,2 метра в секунду. Мужчина. Первая попытка 4,71. Вторая 4,83. Третья, когда Камилл расслабилась будто без сознания, на 4,71. Значит, он мог бросить Каролайн на 12 метров? Именно. А как насчет двух мужчин? Нет, у них в среднем получилось 4,1 метра в секунду. Каролайн Бирн не могли сбросить со скалы двое. Ее сбросил сильный мужчина. Один. Гордон Вуд. Гордон Вуд. Гордон Вуд. Гордон Вуд. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гордон Вуд. Девушки отдыхают 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 Субтитры создавал DimaTorzok